МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди были лишены своевременной помощи. Пострадавших уже более сотни. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Так это выглядело с расстояния 65 километров. Очевидцы признавались, что поначалу приняли извержение подводного вулкана у берегов Тихоокеанского королевства Тонго за взрыв ядерной бомбы. Власти призывают жителей экстренно покинуть прибрежные районы. На побережье Японии обрушилась цунами, вызванная извержением вулкана в полинезийском государстве Тонго. Об этом сообщили местные СМИ. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Небесное тело массой около 11 тонн вошло в атмосферу на скорости 19 километров в секунду. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя сей звезде – полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. После открывшихся семи печатей на свитке в руках Господа, автор апокалипсиса видит, как трубят в трубы семь ангелов. И после каждого звука трубы на землю и человека обрушиваются страшные потрясения. Мы видим крушение земного града. На сейчас приходят сообщения о массовых отключениях электричества. Тем утром сразу в нескольких странах Центральной Азии случился масштабный энергетический сбой. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть Солнца, и третья часть Луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так как и ночью. Это уже второе потомство саранчи в регионе за один сезон. В Краснодарском крае рекордное нашествие саранчи. Летальный исход после укуса может наступить в течение часа. Гигантские шершни-убийцы в Соединенных Штатах появились совсем недавно и уже обзавелись угрожающей репутацией. Наводнившие город скорпионы ужалили более 500 человек. Объединенные в группу, они способны проникать в здания, автомобили, поезда, уклоняясь от людей, пуль и практически от любого противодействия. Их невозможно остановить. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. Всего за четыре с половиной минуты она поразила цель на расстоянии в 450 километров. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос, и освобождены были четыре ангела, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные. И изо рта их выходил огонь, дым и серо. Умерла третья часть людей. И вдруг перед голосом последней седьмой трубы, опять обманывая все ожидания, Господь будто ставит на паузу свое описание последних времен. В этой повисшей паузе этой десятой главы апостол Иоанн снова будто переносится на небо, чтобы услышать страшный анонс. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Трубный глаз должен возвестить в пришествие Христова. «Видел я другого ангела, сильно восходящего с неба, облеченного облаком. Над головой у него была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Все эти потрясающие воображения деталей, светящиеся, как солнце лик, ноги, словно огненные или как раскаленный металл, Мы уже видели прежде, в первых главах апокалипсиса, когда апостол Иоанн описывал самого Господа. Там же, вокруг престола Господня, была и радуга, которая теперь явилась над головой ангела. Она напоминает нам про спасение. То есть радуга вообще – это знак радости, это знак Божьего благоволения. То есть хорошо тебе будет, не бойся. Когда видишь радугу, ты не боишься. То, что ангел облечен облаком – это, возможно, указание на присутствие Божие. По крайней мере, прежде Библию облако всегда сопровождало Бога. Так описано во многих книгах Ветхого Завета, так было и в Новом. И сам апостол Иоанн такое облако точно видел прежде, когда был совсем юным, и поднялся с Христом на гору Фавор, где Спаситель преобразился. Видимо, засиял так, как сияет сейчас этот сильный ангел апокалипсиса. И тогда же в виде облака на Фавор спустился сам Господь, сказав, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». Об этом явлении Бога до сих пор напоминает чудо, которое повторяется каждый год в праздник преображения. На гору Фавор сходит облако. «Хорошо нам здесь быть», – сказал тогда на горе апостол Петр, преобразившемуся Христу. Эта тихая фраза, как может, наверное, передает то, что переживает человек, нырнувший в этот божественный свет, который видит теперь и в сильном ангеле апокалипсиса апостол Иоанн. Божественные энергии, благодать. То, что любой человек в церкви, ну, кто искренне, там, с открытым сердцем, он это переживает, ну, так вот опытно, очень сильно. А как это объяснить славям, что такое благодать? Благодать. Сейчас попробую. Это независно подаваемая божественная помощь человеку, трудящемуся над исполнением заповедей. Я так вот сказал бы. То есть она нужна всем, но особенность она нужна для вещей сверхъестественных и вещей, направленных к Господу. И нужна эта божественная помощь для исполнения заповедей. То есть Бога без Бога познать невозможно. Это сила, которая врачует волю, укрепляет волю, врачует ум и вдохновляет человека. То есть если у тебя, например, ум светлый, а воли нет, например, воли к добру, а ты обессилен как бы, ну, что тут, тогда ничего не получится. Ты будешь глубоко страдать, потому что ты не будешь творить правильного, но будешь понимать, что ты неправ. Если у тебя воля сильная, но ум помрачен, ну, ты опасен. Ты прешь, как паровоз, а не знаешь, куда, тебе кажется, что тебе кажется то, кажется это. Поэтому благодать – это просвещающее, исцеляющее. Как когда хератонию совершает епископ, значит, он говорит там, божественная благодать всегда немощных врачующая и оскудевающих наполняющая. Там пророчествует благоговейного диакона, его пресвитера. Значит, божественная благодать немощных врачует, то есть это целебная сила, это сила целебная и наполняет оскудевших. То есть когда ты обессилел, значит, такое, она дает тебе силу. Когда ты заболел, она тебя врачует. Когда ты испугался, она дает тебе бесстрашие. То есть она восполняет наши недостатки. Это божественная сила, подаваемая в Богу известное время. Но я не надо просить, конечно. Даруй мне благодать твою. Благодать Божия – это жизнь по Евангелии. И очень легко стяжать. Счастлив тот человек, который сеет любовь, который эту любовь распространяет, потому что сам Христос – это образ любви и милосердия. Бог есть любовь. И последующий ему, пребывающий в любви, пребывает в Боге. А там после смерти, что будет с нашими телами? Мы уже говорили с вами, что мы там будем в телах тоже, в Царстве Небесном. Мы будем как бы сгустками вот этой благодати, этой божественной энергии. И что она нам будет давать? Мы сможем проходить сквозь стены, летать, оказываться в любом месте, где мы вот о чем подумали, там и оказались. Или как? Ну, все эти вещи так или иначе представлены в фантастическом кинематографе. То есть, ну, люди мечтают об этом, да. Там проходить сквозь стены, там, значит, подумал и оказался. Да, это все может быть. Да. Одно только важно, что это нас радовать не будет. То есть, к этим вещам мы очень быстро привыкнем. Ну, проходить без... Сколько ты будешь проходить через эти сквозь стены? То есть, ну, раз прошел, два прошел, да и забыл про это. Ты очень быстро забудешь об этом. Это когда люди взлетели на каком-то там, Яроплане каком-то таком, значит, они там хлопали в ладоши, говорят, ой, я лечу, лечу, как бы. А теперь летают, как мухи туда-сюда в Боингах. Как бы никто не пляшет там в этих самолетах, что я лечу, как бы, понимаешь. Ну, проходишь сквозь стены там, ну, хочу быть там, ну, и что? Ну, я там, как бы. А вот, как вот демона, видели Врубелевского демона? Врубель рисует демона, да, вот он сидит, например, мрачный, так вот он сидит, значит, он же может, как бы, встать, как бы, крылья расправить свои черные, как бы, лететь туда, прилететь сюда, пройти сквозь стену, но его это вообще не радует. Он сел, как бы, сидит, значит, и погибает от тоски, от злости, как бы, и черного уныния. Поэтому и мы будем, как бы, черные от уныния, если мы будем радоваться только таким, значит, фокусным вещам, таким, ну, формальным таким, формальным признаком принадлежности к духам. Надо иметь любовь к людям, там, птицам, не знаю, там, к рыбам, там, говорит, дельфину, дай порезвимся, там, и пошел с ним, там, по волнам гулять, допустим. Вот тебе будет весело, что демоны этого не делают, у них этого нету, они смотрят, кого-то напакосить кому-нибудь. Полетал с птицей, вот это уже тогда весело, там. Пошел послушать, кто там молится, например, там, пошел там сам помолился с кем-то. Ну, короче, такая какая-то с любовью, это с любовью, да-да-да. А иначе это просто будет голливудское кино про демонов. Некоторые считают, что этот ангел – это сам Иисус Христос. Но Андрей Кисарийский придерживается другой точки зрения. Он говорит, что это ангел, который мстит, это ангел-мститель тем, которые грабят людей, нападают на чужие страны, совершают пиратские акты на море. Поэтому этот ангел, он поставил одну ногу на море, а другую на сушу. В руках этого ангела возникает новый предмет. В руке у него была книжка раскрытая. То есть маленький свиток, небольшой. Конечно, сразу хочется соотнести его с великой книгой, которая в деснице, сидящей на престоле, пребывает. Этот свиток также содержит слова Божие, его замыслы. Но эти слова даны Иоанну самому лично. То есть это некий знак его пророческого служения. Интересно, что у пророка Иезекииля такой же есть образ, когда он съедает свиток, но это в самом начале, это во второй главе его книги описывается. А у Иоанна это в десятой, почти в середине поистования. Возможно, что он вначале описывал то, что он видит, а теперь он сам стал неким восприемником, активным действующим лицом. И дальше поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул, как рыкает лев. И когда воскликнул, семь громов проговорили голосами своими. Что это за семь громов? И почему так страшно рыкает Христос, как лев? Когда-то мы это место обсуждали с знакомыми моими. И один говорит, он смотрел какой-то фильм про саванну. И вот там показаны всякие там суслики, тушканчики, значит, такие, они там бегают, носятся. И вдруг, значит, и лев лежит там, спит. Потом вдруг лев поднимается, трясет гривой. И такой, аааа, такой на всю саванну. И потом показывают эти суслики, все, кто где стоял, там по себе, слышно его на всю эту саванну. Они просто стоят, значит, вот голос царя. Царя, то есть царь рыкнул, как бы все раз, все обернули, все услышали, кто где стоял. Лев просто там проснулся, зевнул и рыкнул. То есть это такой, у древних людей наверняка, они как-то с природой были ближе, они это все понимают, это хорошо. Так что если царь рыкнет, то все замрут, кто где стоит, и все обернутся к нему, думают, ничего себе, царь подал голос. То есть это вообще классно. Поэтому очень красивое место на самом деле. Эти семь громов трактовали иногда как семь вселенских соборов. Семь крупнейших в истории собраний всей церкви, в которых утвердились основные догматы нашей веры и были сражены ключевые ереси. Первый вселенский собор прошел в 325 году в Никее. Он принял символ веры, осудил ересь орианства и определил время празднования Пасхи. Второй вселенский собор в 381 году в Константинополе сформулировал учения о Святой Троице и дополнил потрясающий ум догмат о человеческой и божественных природах Христа. Третий вселенский собор прошел в 431 году. В Эфесе. А он осудил ересь неистория и запрет изменения символа веры. Четвертый халкидонский вселенский собор в 451 году осудил монофизитство, признававшее божественную, но не человеческую природу Христа. Пятый вселенский собор в 553 году в Константинополе признал богородицу Преснодевой. Осудил платонизм, оригенизм, другие ереси. Спустя еще 130 лет Шестой собор осудил монофилидство, ересь, говорившую, что в Христе только одна воля, божественная, а человеческой нет. А Седьмой вселенский собор в 787 году осудил иконоборчество, от которого страдала Византийская империя долгие годы. Так, за несколько столетий на семи вселенских соборах христианство, словно в жарком горниле, оформилось, перемололо и выжгло из себя лжиучения и сформулировало с прозорливой точностью своих лучших святых умов то, что не было сформулировано, то, во что мы верим. Но этот текст, многие экзегеты древние, которые жили уже после семи вселенских соборов, они отнесли их как раз к Вселенским соборам. Семь громов на небе, семь вселенских соборов на земле, полнота откровения, полнота веры, и теперь никто не может оправдаться тем, что он чего-то не знал. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пишись его. Что это за семь громов, которые надо скрыть до времени? Вот эта идея с семью вселенскими соборами, конечно, она, скорее всего, отпадает, потому что скрой. Соборы – это догматы возвещенные, там, Никейский символ, там, и Халкидонский догмат – это все возвещение правды Божьей, и каноническое право, там, правила все. Поэтому нет, конечно, здесь хотелось бы, как бы, вогнать в прокрустово ложе, как бы, структурировать это все. Но это именно прокрустово ложе, тут нужно что-то растягивать, что-то обрубать, как бы, печальное занятие. Поэтому здесь, конечно, гром возвещает некую тайну, которую Иоанн понял, но не записал, потому что запретили. То есть мы имеем дело с какими-то вещами, которые, понимаете, получается, некая элитарность знания. То есть Иоанну открыто, но он нам не говорит. Может ли, например, епископ, скажем, знать что-то, чего он пастве не говорит? Наверное, может. Может, например, какой-нибудь старец духоносный, например, там, видеть или слышать что-то от Бога, но людям не говорить? Судя по всему, может. Какие-то тайны могут возвещаться достойным сосудом, вместилище достойному, но он потом никому этого пересказать не может, не должен, потому что другим это неполезно, невместимо. То есть такая вот вещь. Чаще всего на этом и останавливались толкователи. Это тайна, которую нам знать заранее не полезна. Она должна открыться со временем. Человечество должно опытным путем само, ведь подсказок, понять ее. Или это что-то, что все равно не описать словами. Как апостол Павел, переживший мистический опыт, в котором ему открылась небесная реальность, сознавался потом, что слышал неизреченные слова, которых человеку не пересказать. Семь громов по истолкованию Андрея Кесарийского это, возможно, еще ангелы. То есть вместе с тем, который уже описан, получается семь ангелов. Или это один и тот же ангел, который произносит семь раз. Что он произносит? Скрывается. Потому что должно быть раскрыто в определенное время. До времени эти догматы были как бы сокрыты в самом новозаветном откровении. И по мере необходимости на вселенских соборах они раскрывались. А после, как уже не раз происходит в апокалипсисе, в повисшей между казнями паузе, ангел анонсирует, будто готовит к тому, что нас ждет дальше. Он поднимает руку к небу и клянется, что... Времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершатся тайна Божия. Это то, чего в голову не вместить. Как-то не будет времени. Мы же в нем живем, а как это, когда его нет? Вот как? Мы же там говорим, завтра с вами созвонимся. Даже там в раю не будет завтра, не будет вчера, не даже сейчас не будет. Сейчас как раз будет. То есть Бог, он же сущий, существует сейчас. Это значит, есть, который есть. И там, да, вот это вечное сегодня, вечное, значит, отхок, то здесь и сейчас. Представлять себе не надо этого, потому что это за пределами представления. Для нас важно, например, что чем это угрожает? Покаяния не будет больше. То есть изменение закончится. Допустим, для желающего покаяться. То есть уже ты никак не разберешься с собой. Поэтому пока время есть. Потому что время, текучесть времени, это некое физическое условие нравственного совершенства. То есть покуда оно длится, у тебя есть возможности. То есть продолжающееся время сохраняет возможности, потенцию сохраняет, возможность будущего и так далее, перемены к благому. Это некая лестница, это движение вперед такое. Когда оно закончится, все, тогда прекращается, значит, деятельное к Богу восхождение. Вот это вот, вот это тревожная вещь такая, бодрящая такая вещь. То есть кайтесь сегодня. То есть Бог вообще, Он сегодня. Поэтому если ты в Бога веришь, то сделай сегодня. Говорит, завтра покаясь. Сегодня, Бог сегодня. То есть время, утро, полдень, вечер, закаты эти сумасшедшие, красивые, ночь. Это вся эта красота, которая есть во времени, она нам дана для нравственного совершенствования, только для этого. Эстетическое наслаждение тоже сохраняет свою цену. Конечно, закаты и восходы нужны человеку для того, чтобы созерцать, чтобы думать, уединяться, молиться. У нас же самые трогательные молитвы. На закате свете тихий, святые, славы бессмертного Отца Небесного. Пришедший на запад солнца, видевший свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа. То есть закат рождает молитву. А восход тоже слава Тебе, показавшему нам свет. Выходит солнце, мы начинаем молиться. А звезды, конечно. То есть тоже звездный купол заставляет человека молитвословить. Поэтому эта вся перемена природная, она, в общем, восходит к единому, к словословию, к словословию Бога. И эта красота должна быть дорогой к благодарной молитве. Гораздо лучше молиться по солнцу, чем по часам. Не по удару, как бы, значит, будильника, там, скажем, там, или курантов, а по солнышку. Но мы в городах этого не можем уже. Города от нас закрыли солнце с могом и домами. Поэтому мы по часам молимся, в пять часов служба. А вот здесь, например, да, вот солнце встало, началась молитва. Солнце село, началась молитва. Так что эта красота, она к молитве. Да, времени больше не будет. Вы знаете, есть нечто, чего я никак не могу понять совершенно. И не находил еще ни на одного человека, который понимал это. Называется это нечто словом вечность. Это нечто другое совсем. И что это другое? Никто сказать не может. Ведь жизнь-то будет вечной, не просто бесконечной и во времени тянуться, а мы вступаем в сферу вечности как таковой. Вот эта вот реальность, которая неописуема, невыразима, но которая переживаема, и человек может пережить эту реальность. И жизнь будущего века, она является именно такой, называется, вечной. Так же, как Бог, Царство Божие, жителем которого и станет человек, это и будет что? Вечность. Не время, не остановка, а вечная жизнь. Какая? Вот та, та, которую называем мы словом вечности. На земле, здесь, во времени, могут быть такие моменты, когда максимально, хотя бы максимально приближенно ощущаешь вот это вот уже дыхание вечности, отсутствие времени. Что это за моменты во времени, когда чувствуешь, что время будто бы перестает? Я думаю, смиренно думаю о том, что дух человеческий должен окрылиться и воспарить за пределы видимой твари, когда в уме нет ни одного земного образа, то есть ум голый, то есть он совлекся, обнажился от всех воображаемых вещей, в нем нет ничего, что обычно есть в уме человека, как лавка древности такая, и при этом он окрыленно движется к единому, то есть единый ум парит к единому. В это время человек может не замечать времени, часов, не наблюдать, как тот самый влюбленный. В это время он потом смотрит, ой, я же так долго простоял на молитве там, служба шла два часа, пролетела как 15 минут. То есть это то, что окрыляет человека, в это время вступают в законы вечности, осторожно вступают во временное пространство. А вот наоборот все действует тогда, когда ум тяжелый и овеществленный, когда человек нудно, тяжело, и когда ему эта бедная служба ему длится как каторка какая-то. Это значит, что он крылатый, но как курица не летает, не парит, не взмывает. И тогда вечность к нему не прикасается. Начинается тягучая, тягучая земная реальность такая, мучающая. В этой фразе апокалипсиса будто сердцевина всей книги. Тайна Божия, которая по обещанию ангела должна совершиться после того, как прозвучит звук седьмой трубы, это ведь возможно то, к чему Господь и вел всю историю мира. Тайна Божия это тайна конца этого мира. Потому что, когда кончается один мир, начинается другой, мы ничего не знаем о том мире. Сказано, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Это апостол Павел, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Но тогда, то есть, когда тайна Божия раскроется, познаем так, как мы сами познаны. Тайне Божией противопоставляет тайну беззакония. Это формулировка апостола Павла. Тайна беззакония это слова апостола Павла, что уже как бы некий дух антихриста, дух беззаконника присутствует в мире, но потом уже через какое-то время удерживающий так называемый то, что не допускает сатане вот этому человеку беззакония открыться, будет удалено, и он уже сможет явить себя в храме Божьем, выдавая себя за Бога, и этого человека Господь убьет духом у своих. Иногда тайну беззакония понимают как тайное действие злых сил, например, масонов, готовящих приход антихриста и тайно служащих здесь, на земле, сатане. Как я понимаю, масоны это седьмая вода на киселе. Это совсем не то, чего стоит бояться, по крайней мере, сегодня и сейчас. Были времена, когда масоны были страшны, антиклирикальны. Масоны были разные, одни в России были полуцерковные, у нас гимн неофициальной России Хераскова, «Коль славен Бог, Господь, в Сионе» был написан как раз, ну, собственно, Херасковым масоном. И эти масоны наши были вообще травоядные, безобидные, во Франции они были все антиклирикалы, и эти французские масоны там принесли к нам декабризм с этим южным и северным обществом. В общем, это длинная история. У нас есть роман писемского масоны, довольно интересный. У нас и у Толстого есть об этом, и у Пушкина есть об этом. Этого не стоит бояться. Это вопросы уже истории и этнографии. Тайна беззакония в действии. Иногда тайна делается явным. И отец Иоанн Кристианкин говорил, что сегодня тайна беззакония совершается явно. То есть никогда раньше никто не дерзал призывать к перемене пола, к признанию 60-ти гендеров или более, или делать какие-нибудь туалеты, например, для мальчиков и девочек вместе. Жителю Канады грозит 5 лет тюрьмы за то, что он называл дочку женским местоимением. Все дело в том, что ребенок в 11 лет решил сменить пол. Отец эту идею не поддержал, в отличие от мамы. Пошел в суд, но дело проиграло. Ребенок официально сменил пол и имя. Папа принять это отказался и продолжил назвать своего ребенка, как раньше. В полицию пожаловался сам мальчик, заявив, что это причиняет ему боль. Когда я летел в Америку к нашим друзьям православным, я читал декларации «Ваш пол, секс» под вопросом «мэйл», «фемейл» и еще был квадратик «Азерс». Но нету «Азерсов». Мужчину и женщину сотворил их. То есть это, может быть, мечтали какие-нибудь посвященные в мистерии дьявольские, знающие глубины сатанинские люди, чтобы не было ни мужчин и ни женщин. Нечто третье, какой-то гермафродизм какой-то был. Но это была тайна. Это было у каких-то орфиков, каких-нибудь тайных служителей. А сегодня это явно. Сегодня тайны совершаются явно. Чего нам бояться? Нам нужно бояться не тайных обществ, а явного развращения. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». И он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как что за горечь, что за книжка». Было бы трудно, если бы это не было раньше уже в Писании. Там есть это у языки Иля. Тоже свиток съедается, и он сладкий, но потом проникает во чрево и становится горьким. Это все, что касается Божьего слова, оно сладкое в устах. И люди часто насыщаются этой сладостью и на этом останавливаются. То есть оно должно пройти внутрь. А уже там оно действует как горькое лекарство. Оно уже начинает двигаться в человеке и растворять эти все залежи греховные. И это болезненный процесс. То есть некоторые так и говорили, например, наш известный Ирисиарх, гениальный писатель, Ирисиарх, Лев Толстой говорил, что Евангелие вообще приятно читать, но невозможно исполнять. Именно потому, что сладко в устах, а в очреве горько. Но на святых мы видим, что они и сладко читали, и правильно исполняли. То есть Иоанн, по сути, созерцатель всех этих великих дел Божиих, должен быть человеком необычным. И он получает в виде горькой такой-то чаши, напоения горького, знания сокровенного. Это всегда очень тяжело. То есть когда Бог раскрывает шторки перед человеком и показывает нечто более глубокое, чем видят все остальные, то это именно сладко, как откровение Божие, и горько иногда по содержанию или по степени усвоения. Это тяжело усваивается. Горьче это еще от прототипа исходит, из Экиля. И мы видим, опять же, как четко, как точно Иоанн ветхозаветные аллюзии использует, что он через себя приобщается к опыту великих пророков. И есть еще оттолкование о том, что через себя Иоанн показывает, как действует грех, что вначале это сладостно и приятно, и такое удовольствие приносит, но потом уже глубже в очреве, в сердце это все приносит пустоту и горечь. Только эта горечь была в образности труп, также полынь вот эта звезда, которая делала воды горькими, что жизнь не приносит радости, что все вот так вот блекнет, и только горечь недовольтворенности, такое сожаление какого-то, неустроенности, тоски остается. Потрясающая параллель этого места апокалипсиса с книгой пророка Иезекииля удивляет еще и тем, что таким странным образом через принуждение съесть одновременно сладкую и горькую книгу Господь отправлял и Иезекииля и отправляет теперь апостола Иоанна пророчествовать. И он развернул его предо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе. И сказал мне, сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои и он дал мне съесть этот свиток и сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами. Пророки, дар пророчества, что это вообще? И как это, да и можно ли этому научиться? Ну, на самом деле, вряд ли, потому что, хотя были школы пророческие, в еврейской истории такое упоминается школы пророческие, то есть там, очевидно, обучали каким-то основным механизмом молитвенным и аскетическим, каким-то очищением ума, какое-то предваряющее, наверное, там было. Но у меня нет подробностей об этих школах пророческих. А вообще пророк – это человек, который возвращает слушающим первичное понимание божественных вещей. То есть пророк не должен предсказывать будущее. Пророк должен разрушать идолов. То есть ложные идеи, которые каменеют в головах людей, как идолы, он должен переворачивать, сметать и водворять на это место чистое понятие о божестве. Это пророк. То есть пророк – возвращающий людей к богопочитанию. Научиться этому, очевидно, невозможно. Необходимо совершить какой-то ряд своих усилий, ну а дальше дело призвания Божьего. По Еремии мы читаем, что прежде, нежели я образовал тебя в очреве, и опознал тебя. То есть Господь его приготовил для обличения царей и народов заранее, еще до рождения. Так же было с Языкиилем, так же было с Павлом. То есть эти вещи штучные и обучению массовому не подлежат. Поедание книги означает, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, который исходит из уст Божьих. И как хлеб вещественный, он воспринимается нами, когда мы его поедаем, он переваривается, так и божественное откровение, проникая через наш разум в сердце или через сердце в разум, требует времени, чтобы мы смогли переварить, то есть осознать те истины, которые нам передаются. И в начальном этапе они могут казаться нам сладостными, а потом и горькими. А надо искать пророка воли Божьей, человека, который ее откроет, старца, батюшку, который слышит Бога, я не знаю, как угодно назовите, но надо искать такого человека. крышусь. Нет, надо искать Иисуса Христа, а поведет тебя к Христу, может быть, заговорившая ослица, может быть, не знаю, может быть, откровение через природу откроет тебе что-то там о Господе, вот поживешь вот так вот в такой кофизме месяц, может быть, это будет лучшим старцем для тебя это время. Для некоторых, там, Паисий по-фонски говорил, что для него раковая болезнь, несколько лет раковых страданий от онкологии дали больше пользы, чем десятилетия, проведенные на Синайской горе и на Афоне. То есть он так переоценил свою болезнь, вот тебе и старец. То есть старцем может быть кто хочешь. Мама для ребенка может быть старцем, жена для мужа, муж для жены, это, в принципе, эти вещи как бы работают. Поэтому ничего специально искать не надо, кроме Иисуса Христа. Надо искать Иисуса Христа и тогда все остальное будет учить тебя. Говорит, и птицам было с нами по дороге, и рыбы поднимались по реке. То есть мы будем двигаться как бы и все вокруг нас будет как бы идти вот туда, к нему. Это специально старцев не ищут. И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. Полагают, поедание книги это символ всецелого усвоения божественной вести. Как бы полное соединение Бога и выбранного им пророка. Сладость книги на устах это сладость слова Божия, знакомая многим. Отец Андрей, я одну сладкую книжку знаю. Это молитва слов. Вот это он у вас же, да? Да. Почему иногда вот открываешь и сладость, ну прям полет. а иногда открываешь ни сладости, ни полета, ничего. Как всегда вот эту сладость молитвы переживать. Ну, очевидно, книжка не меняется. Очевидно, не меняется ее содержание. Она все время одинаковая. Но по-разному она воспринимается в зависимости от моего состояния. Так делала манна. То есть таинственная пища, которую евреи ели в пустыне, она меняла свой вкус под желание едущего. То есть эта живая пища имеет свойство менять свой вкус. Поэтому если ты там уныл, то вкус один. Если ты бодр и энергичен, то вкус другой. Ну и так далее. Состояния может быть очень много. Поэтому эта божественная пища имеет разный вкус в зависимости от состояния едущего. Но почему сладкое на устах, книга становится горькой во чреве? Сладко, потому что человек интересуется будущим. Человек любопытен по своей природе. Так объясняет Андрей Кесарийский. А почему горько? Потому что ничего хорошего не открывается. Открываются грядущие божьи суды, которые ужасают человека и причиняют боль его сердцу. Но когда мы это слышим, как это говорится, рассказывается, это удовлетворяет наше любопытство. Но в результате, когда мы будем ощущать на себе все это, это принесет нам только коричь. Почему для самих пророков так часто этот дар невыносим? Есть святые пророки, которые было это тяжело, и они про это писали. Есть пророки, даже среди наших современников, есть поэты с пророческим даром, которые не могли понести этот дар, которые пили, которые рано умирали, некоторые страшно умирали. Почему? Ну, просить себе дар пророчества можно только находясь не в здравом уме, то есть не зная, что просишь, что называется. Это невыносимый дар, о чем Еремия больше все об этом говорит. Он говорит, что говорил я, не буду больше пророчествовать во имя Господа, не буду ни слова говорить, потому что тяжело мне, но было во мне Слово Божие, как огонь, заключенный в хворосте, в ребрах моих. То есть у нее в ребрах горел огонь пророчества, и я не сдержался, Бог победил. То есть Бог иногда тянет пророка на пророчество, ну, как бы ремнями колесничными, то есть против силы, как, говорит, желающего ведут, а не желающего тянут. Вот пророки часто были утянуты Богом, то есть ты тянул меня и победил меня, то есть ты повлек меня, и я пошел. Но я не хочу этого, потому что это, по сути, умирание, это то, что Платон говорил о философии, что истинная философия учит умирать. Она постоянно учит человека тому, что неприложимо для быта, но то, что готовит тебя к будущей жизни. И ты, как бы, упражняясь философией, все больше и больше отлепляешься от земли, все больше уходишь в другую сферу. По сути, ты умираешь постепенно, если ты философ. И точно так же пророк, он берет на себя крест. Пророчество, его никто не любит, его никто не понимает адекватно, его преследуют, его рвутся родственные связи у него, но он говорит то, что он должен, и каждый день он умирает. Это тяжелейшая вещь. Она касается и поэтов, очень часто, да, и музыкантов. То есть эти дары, они сродни пророческим, потому что они открывают новые эпохи в сознании народов и человечества. Это тяжелый крест, который Господь сам кладет на людей. Смею подозревать, что раз этот крест дается, значит, его можно донести. Значит, те, кто сломались по дороге, может быть, что-то неправильно сделали. Но это опасная тема. Апокалипсис начинался с того, что апостол Иоанн получил поручение написать в книгу все, что он видит. Потом он был восхищен на небо в духе, чтобы увидеть, чему надлежит быть вскоре. А съедая книгу, здесь, именно в середине апокалипсиса, апостол Иоанн будто окончательно соединяется с Богом. И вот как говорить о Боге так, чтобы тебя переворачивало, обжигало. Говорить нужно себе. И говорить нужно не сверху вниз. А говорить надо, держась за него, и как равный равному. Там мало вообще, очень мало рецептов для того, чтобы научиться говорить о нем, чтобы не стрелять в молоко. Рецептов очень мало. Там предельно честно должно все быть. И в языке, и в интонации, и в поведении, и в отношении сказанного к себе самому. Мы проповедуем себе. Мы не говорим того, что нас не касается. Мы говорим то, что касается нас тоже. В общем, в любом случае, как-то говорят, образ буди верным словом сначала, потом житием, потом любовью, духом, верою, чистотой. То есть словом, а потом житием. если человек говорит то, что нужно, как свидетель верный и истинный, это главный уровень работы в данном случае. Потом, если ты можешь подкрепить это житием, получишь награду. Ты будешь награжден реально, потому что кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Но если даже научишь и где-то погрешишь в исполнении, все равно без плода не останется твой труд. Слово стоит в начале. И этим словом апостол Иоанн владел как никто. Даже к моменту, когда он записывал видение апокалипсиса, здесь, на Патмосе, уже практически не оставалось ни одного некрещенного им человека. Тем поразительнее, что вдруг в середине книги видения Иоанна прервались и началось странное будто посвящение апостола в пророке через поедание свитка. Зачем? Здесь ритм как бы меняется. Как будто бы кончает говорить один благоествователь и начинает говорить другой. И то, что характерно первому, оно не характерно второму. На самом деле это риторический прием. например, если учитель в классе хочет обратить на себя внимание, он начинает говорить тихо. Или он повышает голос. Так и пророческий текст, он все время хочет достучаться, докричаться до нашего сознания. ангел говорит Иоанну, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих опять пророчествовать. Многие понимают вот это вот опять пророчество как то, что вообще Иоанн жив, что апостол Иоанн Богослов не умер. Он где-то на земле ходит, просто сокрыт до времени от глаз. И, кстати, говорят только про Иоанна Богослова. Вот такая из апостолов такая странная предание живет, что он не умер, а жив. Вот интересно, почему? Ну, во-первых, там в Евангелии Господь говорит, что ученик там сей не умрет. Он и не сказал, что не умрет, но если я хочу, чтобы он пребывал, пока я приду, выражено такое косвенное желание Иисуса Христа, что Христос хочет, чтобы Иоанн дождался пришествия. И он же дольше всех прожил, на него смотрели как на живого очевидца всех событий. И верили, что Иоанн дождется пришествия Господа. Но его, когда похоронили, ему же по его просьбе вырыли крестообразную могилу, закрыли лицо платом, засыпали землей, а потом не нашли его там. Мы празднуем дважды его память, в том числе и вот этот день, когда выходил тонкий прах из его могилы. То есть его там нет. Я думаю, что в отношении Иоанна может быть все, что хочешь. Если он усыновленный Сын Богородицы, служитель Богоматери, хранитель ее после, он равен Иосифу Обручнику в этом отношении, даже выше его. Если он созерцатель крестных страданий Иисуса Христа, если он вообще племянник Иисуса Христа, а мама Иоанна это названная сестра Иисуса Христа. То есть он ближайший родственник Спасителя, хранитель Божьей Матери, созерцатель крестных страданий. Вообще где начинается апокалипсис вообще на самом деле? Начинается на тайной вечере, когда Иоанн лежит на вечере ухом на груди Иисуса Христа. Он слышит, как бьется сердце Бога человека, который готов уже идти на страдания. Вот он слышит, все есть тело мое, все есть кровь мое. То есть там начинается апокалипсис, там Иоанн слышит то, что никто не слышал. Биение сердца Господа. Видит его страдания, чего никто не видел, потому что все разбежались. Вот апокалипсис. Потом он с Божьей Матерью сколько он прожил? А сколько было чудес очевидного Девы Марии? Так что он вполне может жить на земле? Может. Почему нет? Если кто-нибудь не может, то он может. И мощей его у нас нет. У нас нет его мощей. У нас есть мощи Петра, у нас есть мощи Павла, у нас есть гроб того, гроб всего. У нас все есть. Мощей Иоанна у нас нет. Как и мощей Богоматери. Места погребения неизвестна, мощей нет. Ну что тут? Думай, что хочешь. Вплоть до самых восторженных мыслей. Так, будто сделав апостола Иоанна уже немного другим человеком, подготовив его к тому, что произойдет, когда протрубит седьмая труба в руках ангела, Господь уже со следующей главы начнет открывать ему и всем нам кульминацию апокалипсиса. Ту самую тайну Божию. И окажется, что все, что было до того, от чудовищных катаклизмов, до ужасающего оружия и смертоносной саранчи, это только пролог к страшным картинам переплавки вселенной. Все то, что знают об апокалипсисе даже те, кто ни разу не держал его в руках, все эти три шестерки, зверь-антихрист, бавилонская блудница, последняя битва Армагеддон, все это еще впереди. Это будет тоже всемирное зрелище, но я думаю, в это время скажут камерам стоп, стоп, картинку стоп, то есть я думаю, что будет неприятное зрелище для мира, то есть наблюдать будут, но потом стоп, стоп, там начнется лебединое озеро по всему миру, как у нас во время там разных неприятностей было лебединое озеро. Я думаю, что во всем мире будет лебединое озеро в это время по телевизору, ну, в онлайн, в гаджетах. Это будет такая, скорее, лебединая песня мира. Ну да, это будет не озеро, но лебединая песня, да, да, ну, то есть очень похожи такие. Субтитры создавал DimaTorzok